Прогуливаясь по дождливому Эдинбургу, она вспоминала в подробностях прошедший день, черпая вдохновение во влажном воздухе, воспроизведя в памяти ключевые моменты. Город имел собственный взгляд, устремленный преимущественно в прошлое. К жителям он относился с отеческой снисходительностью, подпевая в унисон современному времени и гордо неся истории улиц и зданий, отражавших отголоски прошлого. В бытность студенткой эдинбургского невестета Межеем имела обыкновение выбираться наружу через чердачный люк квартиры на верхнем этаже дома, где она жила вместе с другими студентами, и долго прогуливаться тайком от всех по крышам города. Трубы выглядели разнообразными и неожиданными образами, скрытыми от зора тех, кто находился внизу. Из них выходил серый и еле видимый дым, и они как будто могли бы долго и с удовольствием рассказывать о своих хозяевах, или об угольщике, заставлявшем брикеты угля, которые служили спасением для многих поколений жителей Эдинбурга. Позднее, вспоминая эпизод в магазине, она пришла к заключению, что все старинные предметы, находившиеся там, были расставлены по всему помещению в определенной последовательности. Старинные часы, копья, медальоны, древние облачения, лупы, миниатюрные чашки, глобусы, драгоценные кольца и многое другое. Каждый предмет имел особое значение не только для хозяина магазина, но и для выражения некой значимости, хотя и на первый взгляд и неочевидной идеей. И что было очень удивительно прежде всего, Миджиэн ощущала свою причастность ко всему происходящему. Доктор Брэндон Фильвер слушал рассказ Миджиэн с большим удовольствием, приоткрыв рот и затаив дыхание. А когда она закончила свой рассказ, он долго утирал свои слезы, сняв свои огромные очки в роговой оправе. Реакция шефа стала приятной неожиданностью для Миджиэн. С улицы доносились голоса, вернее знак того, что вечерняя жизнь города постепенно входила в свои права, побуждая все больше число жителей покидать свои жилища в стремлении и познать малую толику неизведанного и, может быть, чуточку запретного, блуждаясь среди его залитых светом уличных фонарей и извилистых кварталов. Несколько глотков печайшего виски с тонким вкусом меда и ароматом свежего дуба согрело и взбодрило неутомимых исследователей в эту сурую погоду. Одержимость исторической науки отнюдь не мешала Миджиэн и доктору Сульверу стремиться иногда в этой жизни к моментам высшего. В данном случае вкусового наслаждения. Миджиэн приснился сон. Тот самый сон, который она видела много раз еще с детства. Длинная и извилистая речка. Та самая, куда она часто ходила с соседскими детьми по воду, где проводила свои летние каникулы. Миджиэн, маленькая восьмилетняя девочка, склоняется над потоком, чтобы набрать воды. Что-то сверкает в воде среди камней, слепя ей глаза. Присмотревшись, она видит в зеркальной гляди молодую девушку, у которой на груди висит золотой медальон. Печальные, удивительно красивые глаза девушки хранят в себе какую-то тайну, с которой она хочет поделиться. Жестом подвывают девочку, чтобы шепнуть ей что-то на ухо. Миджиэн наклоняется еще ниже. Вреди ее волос касаются речного потока. Легкий всплеск воды, и девушка исчезает, растворившись в легких бурунчиках воды. Видны лишь дно, камни и речные водоросли. Разочарованная миджиэн выпрямляется и обнаруживает, что золотой медальон, несколько мгновений назад висевший на девушке, теперь висит на ее тонкой детской шее. Восторг этого открытия настолько велик, что миджиэн сразу же просыпается и машинально ощупует шею и грудь в поисках чудесного подарка. Этот старый сон повторялся из года в год. Приснился он миджиэн и в эту ночь. Увы, как всегда, медальон отсутствовал и в этот раз. Молча звезды мигают в призрачном саду, волшебные ночи, что слеют при первых лучах солнца. Там, где души сливаются в единый поток, и яблочный сад, что хранит эти тайны. Любовь Тагайбия к Тамчи проложит мосты в века. Милый, я буду хранить твой каждый вздох в своем дыхании. Пусть все наши тайны, грезы и мечты хранят в себе. Молча та самая луна, что свидетелем была. Жимаясь крепко к груди Тамчи, молча смотрела на Тагайя. Добрый день, я Джеймс Муни. Пишу ли сэнши и на литерастурнии гниги частаси от Таичэ. Думаю, книга смогла нам показать уникальные детали и истерические чемности центральной Аши, чазнасти Киргустана. Спасибо, Атаро. Так, книга переносит вас в те времена, в которых совершались события на территории Великого Шелкового Пути в половине XVI века. Эти рассказы передавались из уст в уст, из поколения в поколение. Особенно интересная история северного кыргызского хана Тагайбия и бухарской красавицы Тамчи, произошедшая в волшебной долине под названием Фергана. Продолжение следует...